Аллаху Акбар, Аллаху Акбар Аль-Бара ибн Малик Аленсари Не назначайте Аль-Бару командующим ни одной из мусульманских армий, так как есть опасение, что он погубит войска своей отвагой. Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах. Этот человек с всклокоченными и запыленными волосами был хилого телосложения, тощим и настолько невзрачным, что случайно увидевший его, сразу же старался отвернуться. Однако, несмотря на это, в личных поединках он убил сто язычников, не говоря уже о тех врагах, которых он уничтожил в групповых боях и схватках. Он был отважным воином и героем, по поводу которого Аль-Фарук Умар, да будет доволен им Аллах, писал своим наместникам в провинциях, не назначайте Аль-Бару командующим ни одной из мусульманских армий, так как есть опасение, что он погубит войска своей отвагой. Аль-Бара ибн Малик Аленсари был братом Анаса ибн Малик, слуги посланника Аллаха, алей-иссаляту ассалям. «Если бы я взялся перечислять вам все подвиги Аль-Бары ибн Малико, то это заняло бы слишком много времени и затянуло бы повествование. Поэтому я счел возможным рассказать вам об одном из его подвигов, что даст вам представление обо всех других». Эта история началась буквально в первые часы после смерти благородного пророка, алей-иссаляту ассалям, когда целые роды из арабских племен начали отступать от религии Аллаха, подобно тому, как в свое время они принимали ее. Верность исламу сохранили только жители Мекки, Медины, Таифа, да также ряд рассеянных по стране общин, в сердцах которых Аллах укрепил веру. Правдивейший халиф Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, несокрушимой стеной стал на пути этой разрушительной и слепой смуты. Из мухаджиров и ансаров было сформировано 11 армий, которым халиф вручил знамены, а затем двинул их во все концы Аравии, для того, чтобы вернуть вероотступников на путь истины и правы, а упорствующих мечом направить на правильный путь. Самыми упорными и многочисленными вероотступниками были люди из племени Бану-Ханифа, откуда родом был же пророк Мусайлима. Под свои знамена Мусайлима собрал 40 тысяч опытных бойцов из своего племени и других союзников. Большинство из этих людей следовали за Мусайлимой исключительно в силу своего националистического фанатизма, а не веры в него. Некоторые из них говорили, свидетельствуем, что Мусайлима лжец, а Мухаммад прав, однако лживый родственник из южных арабов, милее и ближе нам, чем правдивый и искренний выходец из северных арабов. Войска Мусайлима нанесли поражение первой из армии мусульман, которая выступила против него под командованием Икрыма ибн Абуджахля, вынудив его отойти. Правдивейший халиф, да будет доволен им Аллах, направил вторую армию под командованием Халид ибн Валида, где был собран цвет ансаров и мухаджиров. В авангарде тех и других действовал Аль-Бара ибн Малих Аль-Ансари с отрядом лучших мусульманских богатырей. Обе армии встретились на земле Ямамы в Наджде. Через некоторое время чаша весов в бою начала склоняться в пользу Мусайлимы и его сторонников, и почва начала уходить из-под ног мусульманских бойцов. Под нажимом противника мусульмане начали отходить, и сторонники Мусайлимы атаковали шатер Халид ибн Валида. Им удалось повалить шатер на землю, и они обязательно убили бы жену Халида, если бы один из мусульман не защитил ее. В этот момент мусульмане почувствовали серьезнейшую опасность и осознали, что если они потерпят и на этот раз поражение от Мусайлимы, то ислам прекратит свое существование в Аравии, так как люди перестанут поклоняться одному Аллаху, у которого нет сотоварища. В этот тяжелый момент Халид устремился к солдатам своей армии и перестроил их таким образом, чтобы отделить мухаджиров от ансаров, а бедуинов от тех и других. Все сыновья одного отца действовали под флагом одного из них, так что была видна степень отваги каждой боевой группы в сражении. При такой организации легко устанавливалось также направление главного удара против мусульман. Между двумя противоборствующими сторонами завязался ожесточенный кровавый бой, примера которому до тех пор не было в истории войн, которые вели мусульмане. Солдаты из народа Мусайлимы проявляли чудеса храбрости на поле боя и стояли насмерть, подобно несокрушимым скалам, невзирая ни на какие потери. Мусульмане же со своей стороны совершили столько блестящих подвигов, что если их все собрать, то можно было бы написать одну из самых замечательных исторических эпопей. Знаменосец ансаров Саббит Ибн Каис вырыл себе яму, завернулся в саван, подобно мумии, залез по колено в яму, несокрушимо стоял в ней, защищая знамя своего народа до тех пор, пока не пал смертью храбрых в бою. Брат Умара Ибн Аль-Хаттаба Зайд Абн Аль-Хаттаб взвал к мусульманам, «О люди, стесните зубы, крушите вашего врага и идите вперед! О люди, клянусь Аллахом, я не произнесу больше ни одного слова, пока не будет сокрушен Мусайлима, или я встречусь с Аллахом, и я представлю ему мой аргумент». Затем он бросился на врага и сражался, пока не был убит. Знамя мухаджиров было в руках Салима Мауля Абу Хузайфа, но бойцы опасались, что он ослабный. Они сказали ему, «Мы опасаемся, что обгоним тебя в бою». Он ответил, «Если вы опередите меня в бою, то я плохой носитель Корана». Затем он яростно атаковал противника и геройски воевал, пока не был сражен на поле боя. Однако все эти подвиги меркнут перед героизмом Альбары Ибн Малика. Когда Халид увидел, что разгар битвы достиг высшей степени ожесточения, он повернулся к Альбаре Ибн Малику и сказал, «Иди к ним, Надежда Ансаров». Вернувшись к своим людям, Альбара возвал к ним, «О ансары, пусть никто из вас и не помышляет об отступлении в Медину. С сегодняшнего дня нет для вас Медины, а есть лишь только один Аллах и рай». Затем, увлекая за собой ансаров, он бросился в атаку на язычников. Своим мечом Альбара рассеивал ряды противника, беспощадно рубил головы врагам Аллаха, пока дрожнее хватило ноги Мусайлимы и его сторонников. Они попытались скрыться в саду, который с тех пор получил название в истории «Сад смерти» из-за огромного количества людей, убитых там в тот день. Этот «Сад смерти» представлял собой обширную территорию, покрытую растительностью и окруженную высокими стенами. За этими стенами и попытался укрыться Мусайлима с тысячами своих сторонников, заперев за собой ворота. Из-за высоких стен солдаты Мусайлимы обрушили на мусульман туч и стрел, которые были подобны дождю. Тогда вперед вышел легендарный воин-мусульман, их герой, Альбара ибн Малик, и обратился к воинам. «О люди, положите меня на щит и поднимите его вверх на копьях, а затем сбросьте меня в сад через стену вблизи ворот. Я либо погибну, либо открою вам ворота». В мгновение Альбара ибн Малик уселся на щит, так как был худощавым человеком, крупкого телосложения. Десятки копий подняли щит вверх и перебросили его в сад смерти, самую гущу солдат Мусайлимы. Подобно смертоносной молнии, Альбара обрушился на них, ведя с ними жестокий бой у ворот парка. Альбара убил десятерых противников, и ему удалось открыть ворота, несмотря на то, что в схватке он получил более 80 ранений, нанесенных копьями и мечами. Со стены через ворота мусульмане ворвались в сад смерти и начали рубить головы искавшим убежище вероотступникам. В этой схватке было убито почти 20 тысяч язычников, среди которых был и сам Мусайлима. Из раненого Альбару Ибнамалика отнесли на его стоянку для лечения. Калид Ибнамалид оставался в лагере в течение целого месяца, пока Альбара залечивал раны. В конце концов, Аллах не спасал ему выздоровление, как и победу мусульманским воинам через посредство Альбары. Альбара Ибнамалик Альянсари по-прежнему стремился отдать жизнь во имя Аллаха и принять мученическую смерть, которая миновала его в день схватки в саду смерти. Стремясь осуществить свою заветную мечту и встретиться с благородным пророком Али-иссаляту-вассалям, Альбара принимал участие в одной битве за другой, пока не настал день сражения за Тустар в Персии. Мусульмане осадили персов, которые укрепились в одной из крупных крепостей. Крепость была окружена прочным кольцом блокады, которая через некоторое время стала источником больших бед для персов. Крепостных стен они начали спускать вниз железные цепи с прочными стальными крюками на концах, раскалёнными на огне до такой степени, что они были горячее горящих углей. Эти крюки впивались в тела мусульман и их поднимали вверх мёртвыми или полумёртвыми. Один из таких крюков зацепил брата Альбары ибн-Малика, Анас ибн-Малика. Едва завитив это, Альбара прыгнул на крепостную стену и схватился за цепь, на которой висел его брат. Поймав крюк, он попытался вынуть его из тела брата. Рука Альбары начала обгорать, но он не оставлял своих попыток, пока не спас брата. Затем он спустился с ним на землю, когда его рука превратилась в голую кость, поскольку мышцы сгорели. В этой битве Альбара ибн-Малика аль-Ансари возвал к Аллаху, чтобы он не спасал ему мученическую смерть героя. Аллах ответил на его призыв. Альбара пал в этой битве смертью храбрых, стремясь к встрече с Аллахом. Аллах поместил Альбару ибн-Малика в райские кущи рядом со своим пророком Мухаммадом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok